Здравствуйте, ребята! Я приглашаю вас в увлекательное путешествие по своему организму в биологию восьмого класса. Тема нашего урока – видение, общий обзор организма человека. Сегодня на уроке мы узнаем, какое место человек занимает в системе органического мира. Приведем доказательства животного происхождения человека. Поговорим о науках, изучающих человека, и рассмотрим методы их исследования. «Человек – самое беспомощное из всех животных, но сама эта его биологическая слабость есть основа его силы», – писал социолог Эрих Фром. Вопрос о происхождении человека и о месте, которое он занимает в системе животного мира, интересный и одновременно сложный. Библейская версия рассказывает о божественном происхождении первых людей – Адама и Евы. Свои гипотезы появления человека есть в мифах многих народов мира. Но научное объяснение проблемы дает только эволюционная теория. Впервые идеи о эволюционном происхождении человека от животных высказал Анаксимандр еще в эпоху античности. Оспаривая гипотезу божественного сотворения людей, он предполагал, что некогда в воде возникли животные и люди, похожие на рыб. А когда образовалась суша, древние существа вышли из воды и изменили свой облик. Аристотель придерживался более прогрессивных взглядов. Он причислил человека к животным и установил между ними сходства. Идеи Аристотеля поддерживали Демокрит и Эмпидокл. Интерес к вопросу происхождения человека снова возникает в эпоху Возрождения. В этот период вопросами сходства человека и человекообразных обезьян занимался доктор Николас Тульб в начале XVI века, заложивший основу новой науки сравнительной анатомии. В XVIII веке шведский ученый Карл Линей классифицировал животных и поместил в одну группу человека и человекообразных обезьян, но при этом не сомневался в божественном происхождении человека. Ученых, которые придерживались теории эволюционного развития вида, становилось все больше. Жорж Луи Буфон, Михаил Ломоносов, Жан-Батист Ламарк считали, что все виды произошли друг от друга, в том числе и человек. Но прорыв в эволюционной теории связан с именем английского ученого Чарльза Дарвина. В 1871 году Дарвин опубликовал труд «Происхождение человека и половой отбор», в котором утверждал, что человек не занимает особого положения в природе, он представляет высшее звено в цепи развития всего живого. Дарвин доказал, что человек и современные человекообразные обезьяны имеют общих вымерших предков. Человек был отнесен к виду «человек разумный» – «Homo sapiens» – отряду приматов, классу млекопитающих. Термин «Homo sapiens» – «человек разумный» появился в XVIII веке. Такое видовое название дал человеку Карл Линей. Современная наука считает доказанным эволюционное происхождение человека и четко определяет его место в системе животного мира. Человек относится к царству животных, так как он использует готовые органические вещества для питания. То есть по типу питания он гетеротроф. А тело человека состоит из типично животных клеток, которые не имеют целлюлозных оболочек, хлоропластов и вакуолий. Зародыш человека имеет хорду – длинный упругий стержень вдоль тела, как и у всех представителей типа хордовых. На ранних стадиях развития у человека имеются жаберные щели в полости глотки, спиная полая нервная трубка и двусторонняя симметрия тела также роднят человека с хордовыми животными. К подтипу позвоночные человек относится по признакам внутреннего строения. У него развивается позвоночный столб, как и у всех позвоночных. Он состоит из позвонков, объединяющихся в отделы. Особенно совершенствуется центральная нервная система. Образуется головной и спиной мозг. Формируются парные конечности. Развиваются сердце и сосуды кровеносной системы. Появляются органы выделения почки. Плод человека развивается в специальном органе – матке. Для человека характерны живорождение и скармливание детей молоком. Все это типично для класса млекопитающей. Человек имеет сходное с другими млекопитающие строения систем органов. У него есть диафрагма, грудная и брюшная полости, ушные раковины. Но есть и рудименты – органы, развитые у других видов, но атрофированные у человека в ходе эволюции. К таким органам относятся аппендикс и остаток третьего века. Известны случаи рождения детей с рудиментарными признаками – с густым волосяным покровом тела, большим числом сосков, удлиненным хвостовым отделом позвоночника. Это атовизмы или возврат к животным предкам. Как и многие другие представители отряда приматов, человек имеет пятипалые конечности – ногти вместо когтей, большой палец руки противопоставлен остальным. Наблюдается сходство и в поведении человека и человекообразных обезьян. Выражение чувств – радости, гнева, печали, забота о детенышах, хорошая память, развитая высшая нервная деятельность, использование предметов как орудий труда – сходные болезни. Все люди, населяющие Землю в настоящее время, принадлежат к одному биологическому виду. Как биологический вид, Homo sapiens – человек, обладает рядом признаков. Главный из них – генетический критерий, типичный для вида набор хромосом, возможность скрещиваться и давать потомство. В ходе эволюции человек приспособился к разным условиям среды и распространился по всей Земле. В становлении человека разумного биологи отмечают важность социального фактора. Личность формируется под влиянием ряда окружающих условий – речи, труда, учебы, воспитания, общения с людьми, которые его окружают. Организм человека приобрел особенности, сочетания которых дают ему решающее преимущество перед другими видами. Многие люди не знают, какими резервами обладает их организм, и как можно сохранять, развивать и использовать эти резервы, чтобы продлить жизнь на долгие годы. Человек – объект изучения многих наук – анатомии, физиологии, гигиены, генетики, экологии, антропологии. Исследования организма человека начались еще в глубокой древности. Гиппократ, выдающийся древнегреческий ученый, всю жизнь посвятил изучению анатомии, эмбриологии и физиологии человека. Великими учеными своего времени были Платон, Аристотий, Клавдигален, Афицена. Огромный вклад в развитие анатомии внес итальянский ученый и художник эпохи Возрождения Леонардо да Винчи. Он положил начало пластической анатомии, исследовал тело и внутреннее строение человека, сделал большое количество рисунков тела, костей скелета, мышц внутренних органов. Свои рисунки Леонардо да Винчи сопровождал письменными пояснениями. Русский ученый Иван Михайлович Сеченов вошел в историю науки как физиолог, исследовавший сознание человека. Развитие физиологии стало возможным, в том числе благодаря работам Ивана Петровича Павлова. Он создал учения о высшей нервной деятельности человека и животных. В настоящее время анатомия, физиология и гигиена являются фундаментальными науками. Познакомимся с ними. Анатомия – наука о строении организма и его органов. Термин «анатомия» происходит от греческого слова «анатоме», что означает «рассечение». И, следовательно, один из самых древних методов анатомии – это вскрытие мертвого тела человека и его изучение. Без анатомии нет ни терапии, ни хирургии, а одни лишь приметы до предрассудки, писал известный московский врач Губарев. Организм человека состоит из большого числа органов – огромного количества клеток. Основными методами анатомического исследования являются осмотр тела и вскрытие, а также наблюдение, изучение отдельного органа или группы органов, их внутреннего клеточного строения. Для этого используются современные технические средства. Строение скелета, мышц, внутренних органов, расположение кровеносных и лимфатических сосудов изучают, используя рентгеновские снимки. Полые органы – желудок, трахею, кишечник – исследуют методом эндоскопии. Метод ультразвукового исследования или УЗИ, который основан на анализе отражения ультразвуковых волн от органов и тканей, применяют для изучения внутренних органов. С помощью УЗИ можно установить границы тканей, выявить изменения, наличие опухолей, камней, расширение или сужение крупных сосудов. Еще один метод исследования – компьютерная томография. Изучает строение тела человека с учетом положения органов и их взаимодействия друг с другом. Анатомия изучает строение и функции органов с учетом происхождения человека. Строение тела современных людей является результатом эволюции, приспособления к условиям внешней среды. Для понимания истории развития человека анатомия использует данные палеонтологии, изучает ископаемые останки костей. Каждому человеку присущи индивидуальные особенности строения, которые изучает систематическая анатомия. Эта наука прослеживает индивидуальную изменчивость, разные варианты строения тела. Систематическая анатомия установила, что поверхность головы составляет 9%. Каждая верхняя конечность – 10%, нижняя – 19%, а ладонь – 1% тела. Наряду с анатомией развивалась физиология. Физиология – наука о жизненных функциях организма и его органов. Наблюдая и изучая жизненные процессы, физиолог стремится дать им качественную и количественную характеристику, то есть точно описать и измерить их. Это требует специальных инструментов, соответствующих задачи исследования. Особого успеха физиология достигла в настоящее время благодаря использованию достижений физики, химии, электроники и автоматики. Электрокардиография – метод исследования работы сердца, который отображает проблемы, возникающие при его деятельности. Исследование производится при помощи аппарата электрокардиографа. Важное место в физиологии занимает метод микроскопического исследования. Микроскопическое исследование является частью общего клинического анализа крови или других жидкостей организма. Этот метод дает важную информацию о состоянии здоровья человека. Анатомия и физиология дали начало гигиене. Гигиена – наука о создании условий для сохранения и укрепления здоровья. Ее цель – изучение условий жизни, работы и отдыха людей для сохранения и укрепления здоровья. Методы исследования, используемые этой наукой, разнообразны. С помощью химических методов проводятся анализы состава воздуха или воды. Определяется наличие вредных веществ. Физические методы играют существенную роль в исследовании температуры, влажности, движения воздуха, шума, теплового излучения. В последние годы стали широко применяться методы оценки радиоактивности воздушной среды, воды, пищевых продуктов, строительных материалов. Бактериологические методы исследования применяются для определения содержания в почве, воздухе, воде, пище микроорганизмов, которые могут оказаться причиной заражения людей инфекционными болезнями. В стране действуют санитарно-эпидемиологические центры и санитарно-эпидемиологические станции. Их задача – несение санитарной службы в пределах определенного региона. Инспекторы этих центров могут остановить работу любого предприятия, если технология производства или продукция не соответствуют санитарным нормам. Закрыть торговые точки, где не соблюдаются гигиенические правила или продается опасный для здоровья товар. Санитарные врачи устанавливают источники заболеваний и при необходимости объявляют карантин – изоляцию территории, где появилась опасная инфекция. Это помогает предупредить распространение инфекции. Карантин может быть введен в детском саду, школе, больнице. Санитарная служба оказывает помощь и в охране окружающей среды от загрязнений. Гигиенические знания необходимы всем людям. Они позволяют успешно бороться со многими болезнями, разрабатывать меры профилактики для сохранения окружающей природы и здоровья человека. Французский философ и писатель Мишель Монтенье писал, «Здоровье – это капитал, данный человеку природы изначально, потеряв который, трудно вернуть обратно». Ребята, будьте здоровы, берегите свое здоровье. Ребята, сегодня на уроке мы определили место человека в системе органического мира. Человек относится к царству животных, типу хордовых, подтипу позвоночных, класс млекопитающие, отряд приматы, вид человек разумный, хомо сапиенс. Мы доказали животное происхождение человека, поговорили о рудиментах и атовизмах, узнали о науках, изучающих человека, анатомии, физиологии и гигиене. Ребята, обратите, пожалуйста, внимание на информационные ресурсы, которые были использованы для подготовки к уроку. На этом наш урок завершен. До новых встреч!